12 ноября, Таша, Ташенька. Название, название, письма, агрессия в играх и в кавычках я маленькая. Добрый день, Юлия, хотелось бы благодарить вас за ваш труд, за помощь мамочкам в вопросах воспитания детей. Благодарите, очень приятно, только вашими благодарностями живу. Я часто пользуюсь вашими советами, надо сказать, весьма действенно, надо сказать, спасибо. Ну вот, назрели новые вопросы, сразу два. Дочки 2,8 и две недели. И как две недели мы пошли в сад? Сегодня, ой, конечно, через неделю заболели, это понятно, ну да. Что от меня теперь не отходит? Большая потребность во внимании мамы, тоже понятно. Вопрос вот в чем, при моральной подготовке к садику, часто говорили дочки, что она теперь большая и будет ходить в сад. Она, конечно, очень гордилась, Сема всегда говорила, что она уже большая, и ей можно теперь и конфетку, и в сад ходить, и даже в магазине самой платить за киндер. Но после недели в саду все резко поменялось. Теперь дочь заявляет, что она маленькая, поэтому сосет соску только на сон, как и раньше до сада. Соску отнять пока не получается, решили оставить. Доходит до того, что гулять сама не хочет, просит покатать в коляске, ведь она маленькая, а мне на пятом этаже без лифта коляску, а мне на пятый этаж коляску без лифта, так сказать, вообще не нравится. Так красиво сказано, не нравится. Ведь раньше дочь с удовольствием гуляла сама, бегала по детской площадке с друзьями, а теперь такие капризы. Что делать с ее заявлением, что она маленькая? Насколько это нормально? И как теперь грамотно вырулить из этой ситуации? Значит, не написали, как она ведет себя в саду? А, две недели назад пошли в сад. Две недели назад пошли в сад. Только-только. Ну, вот просто думаю, вот сейчас вилка такая в голове, развилка, и вот думаю, как лучше пойти по той стороне или по этой стороне этой развилки. Сейчас, дайте секунду. Значит, сейчас сама-сама просуждаю. Если она сейчас поиграть в игру, да, на маленькое это дело насытить, она может там заиграться и дальше этим манипулировать. Если сейчас все-таки клонить, что ничего с тобой не случилось, ты как и была, вот такая и осталась тебе, 2,8. Так, так, так. Ну, нет, наверное, по той развилке не пойдем, где сейчас вы будете потакать, да, маленькая, и давай опять соску, коляску, пеленать, говорить, как маленькая, да, там, картавить. Сейчас она может в это дело во все уйти. Что-то мне не нравится эта сторона. Наверное, лучше вот в эту сторону пойти, где взрослым серьезным голосом объяснить, какая маленькая-то, какая была такая осталась. Вот они, косые, какие у тебя были, такие остались. Как ты солнце рисовала, прекрасно, лучше меня так ты рисуешь. Как ты ела сама ложка, так ты ела. Это же самое-самое вообще. Мне кажется, вот лучше вернуться вот на эту дорогу, соску отобрать, заменить качанием, если уж прям так нравится. Если качание не получается, замените музыкой, так там, чтобы было ритм, потому что он успокоит ее. Если не получается ритмичную музыку, включая всякие, как их, как они называются, марши, польки, вот в которых есть такт одинаковый, там, три четверти, две в основных, не важно, тык-тык-тык, чтобы они были одинаковые, тогда, может быть, заменить перед сном сосанием, ой, фу, сосанием, господи, чтением, колыбельными, сказками, но какими-то такими бытовыми сказками, в которых тоже есть свой какой-то ритм, спрей-лист под машину прям, свой есть ритм, который успокаивает, убаюкивает, туда же подойдет Чуковский, он, как я и говорила, на первом месте у нас по правильному биоритму, то есть стихи построены по тому ритму, который ритм, он терапевтическое значение имеет, он нормализует биоритмы, успокаивает нервную систему, он, в общем, как таблетка такая успокоительного работает, можно читать Чуковского, можно петь колыбельный, колыбельный, можно рассказывать бытовые сказки в виде, ну, это я так, для примера, курочки-рябы, бытовые сказки, это когда вот все в быту, что-то, как курочка-ряба, как теремок, как, кто у нас, репка, это вот, есть сказки волшебные, это когда какие-то превращения, что-то там, ну, фантастическое, есть сказки о животных, это в виде трех поросят, волк, семерок, козлят, а есть сказки бытовые, это все связано с людьми, с домом и с их бытом, вот в виде курочки-рябы, это вот именно бытовые сказки, они тоже имеют терапевтический, успокоительный эффект, ну, поняли, да, колыбельные, бытовые сказки, Чуковский, петь, либо ритмическое, что-то слушать, либо качать, вот отберите соску, замените вот этим, да, она повыделывается, повыламывается, но нужно стоять на своем, и она переключит свое внимание, с сосания на ритм, биологический риск, он тоже ее будет успокаивать, так, теперь по поводу сада, тут же непонятно, как, как она себя в саду-то ведет, что она там рыдает, что ли, все это время пока находится, или она порыдает в момент сдавания, а потом, ну да, вы мало походили, непонятно, ну, я думаю, что, в общем, вот это направление, да, что ты маленькая, давай мы насытим эту область, я думаю, что не нужно, все-таки нужно поддерживать в ней взрослость, потому что сейчас, понимаете, у вас сейчас пошел баланс полушарий, у вас почти пришла асимметрия, асимметрия вот этих вот полушарий, пришла в баланс, в амбидекстрию, скажем так, если вы, ведь она у вас разумная, все понимает, я взрослая, мне конфету, мне в сад, тататататат, если вы сейчас откатите ее на, опять пососать на эмоции, я маленькая, она, получается, делает регресс, она откатится назад, то есть ее логика, ее мышление, ее конструктивность, ее понимание, ее, ну, сговорчивость, это левое полушарие, уйдет вниз, деградирует, получается, опять вылезет эмоциональное правое полушарие вверх, нам этого не нужно, все-таки к трем годам вы должны прийти к симметрии своих полушарий, поэтому, ну, это вот так сижу, размышляю, давайте-ка все-таки правое полушарие с эмоциями притушим, да, волю сейчас вперед вытянем, скажем, ну, слушай, ну, возьми себя в руки-то, взрослая девка-то, в конце концов, у меня многие начинают истерить, ну, мя-ма-ма-ма-ма-да, мишка-да, на капи-то, на петель, мя-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма, и все, у дела закусила, уже понесся, как лошадь, стоит только, ну-ка, он сразу же такой, раз, на тебя, это что такое, тут, в руки себя, возьми, здоровый мужик-то, да, бой как мишка-то, раз, все и варежка как говорится закрылась вот покажите всем настроем что девчонка была взрослая так осталось до чего вот уже как как ел такой ел как стул задвигал так задвигал ну что как пешком ходила так ходил ну тут бросит коляску что-то она для маленьких тоже не маленькая ну вот как-то так только палку не переломите вот не перегните вот эти вот надавливаем что ты большая потому что понимаете если бы сейчас она говорила я маленькая и действительно на нет да да получила того чего-то в детстве и сейчас требовала говоря что она маленькая да можно было бы насытить докачать до обнимать дососать но так как у вас все было хорошо и сад это спровоцировал она просто это придумал себе как палочку вручалочку для сада избавимся от палочки вручалочки второе во время ролевых игр с игрушками обязательно наступает момент когда ее игрушка начинает толкать и обижать мою игрушку извините телефон второе наш во время ролевых игр ролевых 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 можно так так наверное во время ролевых игр с игрушками обязательно наступает момент когда ее игрушка начинает толкать обижать мою игрушку моя игрушка оказывается отказывается так играть уходит в сторону и плачет или грустит. А ее игрушка просят прощения и все налаживается. Вот только через пять минут снова ее игрушка начинает задираться и плохо себя вести. Да, она прорабатывает свои эмоции в игре. Да, все, все, что есть внутри ребенка, все это идет через игру, все это прорабатывается. Проработайте тогда вот эту вот ее обиду, видите? Она хочет задираться и хочется что-то плохое сделать, и хочется себя отрицательные эмоции выкинуть. Проработайте. Значит, в игре придумать такие сюжеты, где бы кто-то чего-то сражался, и она через это дело выплюнула, выплеснула бы. Задирается, плохо себя вести. Как правильно реагировать и обыгрывать такие ситуации? Надо сказать, что в реальной жизни дочь тоже иногда пытается столкнуть и ударить кого-то из детей, и очень огорчается, если ей не позволяет это сделать. Огорчается. Настроение сразу портится, начинаются капризы вообще по любому поводу, вплоть до ухода домой. Сколько у нас возраст еще? Раз, два и восемь, большая. Значит, воля у нас здесь должна быть уже в кулаке. То есть ребенок уже должен понимать, что такое взя, что такое нельзя, что такое можно или не можно. И понимать, что такое подожди и постой, потерпи. Так, толкнуть ударить кого-то из детей ей тоже хочется. Настроение портится, если ей это не дают. Значит, с садом это не связано. Значит, это было до сада у нее желание кому-то треснуть. Ну, вот такие вот тяпнуть, укусить, толкнуть, это у каждого ребенка есть. Это проходится опять стадии взросления, созревания. И эту стадию проходит каждый в свое, в какое-то определенное время. С чем это связано? Это и проверка границ, можно это делать или нельзя. Ну, и вообще, маленький ребенок, когда укусил, толкнул, щипнул, он же не знает, что так делать нельзя. Тут начинается обработка интеллекта, да, тут начинается считание лекций, запрещание, по-всякому, гроза, не гроза, кто как. То есть мы учим, так же, как и на горшок, и так же, как, допустим, любому другому поведению, мы учим, как себя вести в социуме и как взаимодействовать с другими людьми. Здесь мы прописываем правила, что мы не кусаемся, мы не собаки, да. Вот, и по этой же причине у вас когда-то произошло, толкнуло, может быть, защищая свою территорию, а может быть, просто проверяя границы. Ну, конечно, вы же, наверное, сказали, что так делать нельзя, и последовало какое-то ответное действие. Домой пошли или там наказание какое-то. Вот. А другой момент, дети толкаются, кусаются, дерутся, когда они плохо чувствуют свое тело, и вот так, таким образом защищают свою тактильную, вестибулярную сферу. То есть мы же информацию получаем из нескольких каналов, не только нос, глаза, уши, тактильно, рот, да, вот это вот наши информационные каналы. Я же говорю, где ты, там еще какое-то скрепание. Но еще и через кожу, через вестибулярку, через мышцы, через удары, через какие-то пихания, толкания, значит, возможно, она может быть, опять же, видите, два варианта решения этой проблемы. Может быть, она не прокачала настолько свое тело, что ей до сих пор хочется, как щенки в детстве, они же все кутята, что-нибудь там, как слова подобрать, они все возятся, толкаются, пихаются, кусаются где-то. Вот если она в детстве это не проработала, она будет сейчас это догоняться этим делом. Вот, чтобы этого не происходило в обществе, тогда это нужно сделать дома. На ковре постоянно какая-то борьба, возня, дерганье, может, даже где-то и локтями ударились, ничего страшного. Но мышцы тоже сигнал дадут в мозг, что вот так больно, а вот так не больно, так допустимо, а так недопустимо. Это качание на качелях, на каруселях, прыганье на огромных мячах этих гимнастических. В общем, вот такое вот, понимаете, да, то есть проработать вестибулярку мышцы кожи тоже нужно. Но, может быть, ребенок еще это делает, защищая свою территорию, значит, вы не защищали, и пришлось ей огрызаться. О чем я неоднократно говорила, что ребенок не должен защищать себя, свою территорию, этим занимаются родители. То есть будьте рядом, не допускать, чтобы вашего ребенка обидели до такой степени, чтобы хотелось вот этому треснуть коллеге по игре. Будьте рядом, регулируйте, миротворцем таким будете, контролируйте, пока вот три года не стукнет, пока не научится, или три с половиной, не научится вот решать все конфликтные ситуации, не с помощью рукоприкладства, а давай договоримся. Или когда ребенок говорит, что не делать так, мне так не нравится, если ты меня еще раз толкнешь, я не буду с тобой больше играть, я уйду от тебя. Вот ждать, когда вот такое вот все произойдет. Вот, это по поводу толкания. А что там у нас началось? А, что в сад? Ну, в сад у вас мало еще времени прошло, все равно вести, не обращать внимания, я понимаю, что это тяжело психологически для родителей, все равно вести в сад, да, вы будете болеть, да, опять на больничную, да, опять возвращаться, не обращать внимания на уговоры, это она вот нашла такую вот кнопочку для вас жалости, что я маленькая, покачайте меня, потрясите, пососите. Да, нервная система сейчас содрогается, понятное дело, условия вокруг ребенка меняются. Соответственно, нервной системе нужен допинг. Допинг – это пососать, поныть и на руки потрогайте, погладьте, покачайте. Делайте это, да. Сосание, как допинг, нужно убрать, он не очень будет хорошо, если вы уже отказались от этого всего. Убирайте, заменять, как я сказала, ритмом, качанием каким-то, стихоплёдством и так далее. Вот, а в сад продолжайте ходить и показать, что вы настойчивы в этом вопросе, и никакое нытье в виде, что я маленькая, оставьте меня, дом не прокатит. Вот, ну, следите за нервной системой, чтобы она не ушла совсем прям в истерику. Не было ночных страхов, как я и говорила, каких-то заиканий, нурезов, навязчивых движений, тиков. Вот, за всем этим следите. Если это всё пошло, значит, сад не на пользу, снимаем. Ну, надеюсь, что-то Ташенька 12 ноября себе из моего монолога подчерпнет, надеюсь, ответили.